МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Экскурсия по выставе. Крухлый стол и подарунки юбиляра в Могилевском музее Витольда Бялынинского беруле урочисто отзначили юбилей. Удельники республиканской доброчинной акции «Наши дети» завитали в Каменскую допоможную школу-интернат в Бабруйском районе. Привезли гостинцы и множество подарунков. И для организации учебного процесса, и для отпочинку. А у отказа тримали макшимость хоть на годину вернуться в атмосферу детинства. У Каменской школе-интернате самые ранние церыхтуются до приема гостей. Повторают верши для Деда Мороза. Этот праздник любит покажем. Этот праздник каждый день самым важным назовется Новый год. И оттучивают опошенные штрихи новогодней постановки. Оригинальные образы и костюмы продумывали долго, самостойно робили их. Теперь треба годно отыграть премьеру новогодней казки. Вы долго репетировали? Очень долго. А чего так долго? Что там самое сложное было? Ну, у нас там малыши танцуют, однако. Вот эти малыши. Так они их пока научить надо. Так долго занимают время. Буду исполнять роль лисы Патрикевна. Лиса. А лиса у тебя какая? Расскажи, пожалуйста. Красивая. Скажи, хитрая лиса, чего бы ты пожелала себе, своим друзьям? Я желаю всем здоровья и счастья. Ну, в утолике я буду клоуна. И что же клоун будет делать? Фокус, оказывается. Что бы вы пожелали себе и своим друзьям в Новом году? Мы пожелали бы, что они бы изменились бы и стали получше бы намного, да. Что бы ты в себе хотел изменить? Ну, поведение там. На новогоднее представление сбираются, як одна великая семья. Дякуючи дружному коллективу педагогов и наученцев, этот год для школы стал вельми выниковым. 13-й республиканский конкурс детского творчества, педагоговый коробот. Третье место мы заняли в области и первое место получается в республике. В республиканском конкурсе современные технологии в специальном образовании. Мы также в области заняли третье место и на республике первое место. Головная идея их казки, як и атмосфера у школе – просяброство. Калий усе разы можно передолить любые выпробывания. Тому у гэтых дятей указцы про колобка – добрый финал. А дякуючи удельникам республиканской акции наши дети, езжи и со шматликими подарунками. Было бы неправильно, если бы приехать на праздник и без подарка, чтобы оставилось впечатление об этом празднике. Я хотел бы вручить подарочный сертификат. Мы уже посмотрели, часть спортивного инвентаря для нашей школы уже здесь прибыла. Поэтому сегодня, Сергей Павлович сказал, остальное подъедет от областного исполнительного комитета и от предприятия города Магилева. Спасибо. Традиционная акция наши дети у гэтой школе объедновывая шмат установы и организаций. В рамках республиканской акции «Проссоюз за детям» Белорусский профсоюз работников леса и природопользования в очередной раз приехал в Каменскую школу-интернат, чтобы поздравить детей с праздником, с Новым годом, с наступающим. И, конечно же, с тобой подарки у нас денежные. А разом с подарунками – самое щирое пожедание нашим детям. Что можно пожелать в Новом году? Конечно, чтобы все, в первую очередь, мечты сбывались. И мира, и добра. Что еще можно пожелать? Снежана Крыжевич, Миколай Соболев. Новины региона. Самая шаровная акция «Наши дети» концентрует увагу и на талиновитой молоди. У Паласы культуры в области зладили баль, куди запросили студентов в НУ, колледжи, степендият, операмошков, предметных олимпиад, активистов. 25 пар приехали навыц с Бавруйска. Усе прибраны, ускваляваны, святочную атмосферу створала и живая музыка. АПЛОДИСМЕНТЫ Немоверная атмосфера с танцами, с гостями, с песнями. И то есть действительно появилось такое новогоднее сказочное настроение. Помимо учебы я завоевал очень много разных титулов, таких как мистер Кулешова, мистер Могилев. Хочу пожелать всем такого же успешного года. Я отличник учебы, занимаюсь научной деятельностью. Также я победитель международного конкурса ораторского мастерства Циррони и курсант года 2022. Безусловно, для меня большую честь оказаться на этом Баву. Спасибо огромное за праздничное настроение. Усим удельникам новогодние подарунки и слова унака с дробить якмага больше для краины и, конечно, выдатной бучобы. В Могилевском музее Витольда Бялинська Габируль урочисто отзначили юбилеи в год гистаричной памяти. Все лето сполнилося 150 год с дня народжения Бялинська Габируля, а так само 40 год от створения областных центров музея, присвеченного знакомитому мостаку. На юбилейную импрезу собрались сябры музеи из Могилева, Минска и так само из России. Экскурсия по выставе, круглый стол и подарунки юбиляру. Все это отбилось в Могилевском музее Бялинська Габируля. Мару про тое, что все жихары Беларуси будут введать про музей Витольда Каэтановича Бялинська Габируля у Могилеве. Потому что это первый мемориальный музей на территории Беларуси, который славит Минавита Мастака. Мастака, который родился на беларуской земле, жив и работал в России, и был академиком двух академиков – императорской и академии СССР. Два юбилея у один год Бялинська Габируля и самого музея. Тому 2022 докладно увойдя в историю Гэтаха Махилевского музея. Данный музей, конечно, имеет свою уникальную жизнь, свою уже историю. Надо сказать, что он пережил уже второе рождение уже за время существования как музей. И я очень рад, что мы смогли привлечь сюда лучшие силы белорусских реставраторов, художников, которые помогли нам вернуть к жизни одно из старейших зданий города. И это тоже определенный результат того, что здесь расположилась именно картинная галерея Витольда Каетаныча. С нагодой юбилея у музея Бялинська Габируля запросили своих сябров, партнеров из России и ветеранов музейной справы, дотичных до створения этой культурной просторы в областном центре. Отбылась урочистая церемония, где зачитали привитальный адрес старшине Абл-Ваканкама Анатолия Исаченко до керавництва Национального мастацкого музея Республики Беларусь, чем филиалом з'является Магилевский музей Витольда Бялинська Габируля, выдатного мастака и интеллигентного человека. Здесь сохраняется его память, здесь его есть работы. Я сегодня приехал в этот музей, привез в подарок свою картину. Я писал ее на даче Чайка, два года ездил туда специально, чтобы ее написать. Я привез письма Беларусьского Габируля, которые у нас хранились дома. И картины Игоря Бархаткова, и копии листов, написанных рукой самого Беларусьского Габируля, не просто приемный подарунок, а ли важный сдобыток для Магилевского музея, як и цикавые пропановы российских партнеров. Вы, наверное, знаете, в Москве есть музей русского импрессионизма, большой частный музей, там показывают импрессионистов со всего мира. И вот я говорю, ну давайте сделаем выставку «Беларусьский импрессионизм», так ярко представим как раз и Беларусьского бюро, и тех художников, художников ФО «Круга», которые так же писали через не логику, а через впечатление. То есть это беларуський импрессионизм, то, что сегодня стоит открыть и показать миру. Илона Иванова, Юра Угласцу, Новинир Геона. Субботы стартуют зимовые каникулы, самые долгие в школьной программе. И как вольный час пройшел цикаво, а самое главное – безопасно, усе структуры активно працуют в этом накерунке. Например, больше за 7,5 тысяч детей Магилевшины плануются здоровить в лагерах. Только в Магилеве будут працовать больше за 40 лагеров с дённым знаходжением. И они тоже достойны чего-то хорошего, радости, веселья. Зимовые каникулы у школы вырошили почать доброй справой. У межах республиканского проекта «Молодь в Беларуси. За життё, мораль и семейные каштонности» установа адукации, организуя поездку, и мастерские мастер-классы для сталых людей и инвалидов Ростянского дома-интерната. Порядка, я думаю, человек 7-8, мы поедем на мастер-класс 26 декабря. С утра мы поедем в Дом инвалидов. Зразумело. У зимовые каникулы основная забавляльная программа у лагерах присвечена новогодним святам и родству. Подребязни про планы на каникулы глядите у информационно-аналитичной программе «Дынями». Кличовский фермер Виктор Артемий устав пероможца и республиканского конкурса «Экологично дружелюбный фермер Беларуси». У им берутся дел господарки, яке украняюць практики, что знижаюць нагрузку на новокольное сяродзе. Фермерская господарка «Константа-Арт», якая месяцца увезцы Константов Кличовского района, притрымливается методу органичного землеробства. Я ей засновальника, керавник Виктор Артемий, уличить, что экологично чистая продукция не только корыстная для здоровья, и она самая смачная. На Магилюшине вядома ранняя Гароднина, якая выросшывается у теплицах у Константове. Гэта на перше горки, а потом томаты, зеленина. На полях фермерской господарки выросшывается часнок, бульбы и иншой культуры. Однако самое главное, что Виктор Артемий не ужывае химии для выросшывания Гароднины, а угнойвая землю бия гумусом, продуктом життедейности калифорнийских червяков. У Беларуси сярод споживца урасти популярность органичной продукции и землярубцы, якие ее выросшываются, мают добрый сбыт свой продукции, как и кличовец Виктор Артемий, экологично дружелюбный фермер Беларуси. Есть атлеты, которые редко бывают незадовольные своими выниками, а частей просто радуются обычной махчимости собраться разом. Говорка идет про инваспортсменов. Этими днями они провели традиционный турнир и зладили его в Магилевском доме ветеранов. Боча, жульбак и новус. Многим из нас эти слова наурат об чумности скажут, але для некоторых я не целый свет, спортивный свет. У одной из дисциплин городского инваспортивного турнира больше. Задача спортсменов взводилась до того, как мячик твоей команды оказался ближе до белого, чем мячик оппоненту. И на координацию, и просто заводят. А почему, а чем заводят? Ну азарт, азарт, спортивный азарт в любом случае всегда присутствует. Есть на споборництвах и звычайные дисциплины. Так, больше трапного удельника выявляют с допомогой дартсу. У меня дартс получается, больше получается, все получается. Сколько очков дартс получил? 118. Это много? Для меня нормально. Сирот-аматоры у турнира – молодежная команда. Спортсмены на городское першинство съехались с уникальной махчимостью обменяться в опытом. Как всегда говорят, нам не хватает общения, людям с ограниченными возможностями общения. Не только, что вот там снег, бордюры и так далее, а именно общение. Первое. Второе, что мы обмениваемся опытом. Что может быть, может быть, есть перспективные ребята в будущем на инваспорт. И вот таких ребят, если увидеть, конечно, их нужно развивать. Городский инваспортивный турнир «День спорта» проводится 23-м разом. И с каждым ходом зацикавленность до турнира не изменчается. Его удельники часто не думают про спортивное досягнение, а просто радуются. Могчимости собраться разом. Ганна Петрова-Куминская, Гордея Горал, Юра Явласцов. Новины региона. У гэтую неделю католики отзнашаются одно из головных святов церковного календара – народжения Христова. У субботу, 24-го снежня, на республиканским телебачене будзе вестися про мая трансляция урачистой службы з Могилевского костела святого Станислава. Для людей, які маюць проблемы со слыхом, будзе працаваць жестовый перакладчик. У гэтым годзе у першыню шестовый перакладчик празовесь час будзе допамагаць и людям с такими обмежаванностями паудзельничаць в урачистой святой имшэй. И, конечно, запрашаю 25-го снежня. Гэта сам день Божага нараджэння. Таму, акрамя багослужэння, у якие будзе вестися у нашым катэдральным костелі и во всіх костелах города Могилёва и Могилёвской в області, адметным стане калядны арганны концэрт, які распачнецца ў шыстнадцать гадзін. І пра надворье, па словах синоптыка, ў суботу шыкаецца дож, мокры снег, месцамі на дорогах галалёдзіца, ветер слабый і температурны фон на працягу суток ўсярыднім ад мінус аднаго да плюс двух градусаў. Па інформація Абл Гідромета, паранейшаму на надворье будзе ўплываць тёплая паветраная маса. Але ў неделю характар надворье изменіцца. Чыкаецца без апатка ў туман галалёдзіца. Ночныя температуры резко апустіцца місцамі да в мінус дванадцати градусів і ў день – нуль, мінус пять. У понеділок апаткі знов вертаюцца, ветер будзе парывісты, а температурны фон без змяненю. Значны минус ў ночі і ў день – да мінус пяти градусів. А вось зауторка вертаўмся ў плюсавые температуры. У день дождь і мокрый снег. Ідё на температурны фон – ад мінус трох до плюс двух градусов. Сама актуальні новини наші в області на нашым сайті і у телеграм-каналі Беларусь Шатири Могилёв. Долучайтеся, а так само глядіте нас у соціальних сетках. Я з вами розвітвуюся. Дякую за увагу і до сустречі. Дякую.